Дорогие коллеги, мы рады приветствовать вас в этом зале, мы рады приветствовать тех, кто с нами. Ну, среди вас есть и те, кто с нами все 30 лет, представители Русского музея. Есть те, кто меньше, есть те, кто еще не родились 30 лет назад. Так что, в общем, мы были совсем юны, когда это начиналось, и первая система, которая возникла именно в Русском музее, для нас была полной неожиданностью. Технического задания на музейную систему не было, в музеях не было ни сетей, ни даже виндусов, и все это было рассыпано и разрознено, и мы начинали изучать музей примерно, как в том анекдоте слепые изучали слона. Пощупали одну ногу, пощупали другую, пощупали хобот, вот оно, вроде бы, это слон. Но, правда, получив задание сделать два фонда живописи русской и советской, и увидев, что их описание отличается, мы сразу поняли, что музей — это непросто, и надо сразу сделать систему настраиваемой. Если уж два фонда, соседних в одном музее, не могут договориться. Ну, и, собственно, мы это сделали, но прямо скажем, что тогдашняя система, возникшая в Русском музее, хотя она была не с пустой базой, вот на экране Льва Яковлевича промелькнули большие компьютеры, на которых была сформирована первые 25 тысяч записей Русского музея, которые влились в комисс. Это было начало наших конвертаций. Но мы понимали, что система — это просто замена картотеке и пишущей машинке. Она немножко автоматизирует труд, и в то время не более того. Первая тиражная система появилась год спустя, совсем недалеко отсюда, даже восточнее, в Южно-Сахалинске. Мы приехали, и, как это у нас водится по традиции, мы ее прямо на месте дописывали, и, собственно, превращали в первый тиражный продукт, который пошел дальше. Хабаровск, Иркутск, Екатеринбург, Рыбинск. То есть, в общем, двигались мы как раз вот отсюда, вот туда, на Москву. И постепенно мы познавались, каждый музейный мир, и система немножко изменялась. Но, в общем, это все были художественные музеи. И мы воспринимали в основном мир как вот мир художественных музеев. А то, что все несколько сложнее, мир устроен по-другому, и даже учетные реки текут совсем по другим направлениям, мы узнали во Владимира Суздальском музее-заповеднике, в котором сразу все, и художественные, и архитектурные, и краеведческие. И вот там система, опять же, была переписана прямо на месте. Под эти новые особенности нам не удалось повернуть их учетные реки, чтобы они текли так, как хотим мы. Нам пришлось следовать, опять же, и делать все более настраиваемой, учетную часть системы. В 1997 году, тот момент, который застал Мария Борисовна в музее Ахматовой, когда появились сети, и эти отдельные домики вдруг стали объединяться в единое пространство, и стало ясно, как это. То, что было моим, теперь увидят все. Раньше это было на моем компьютере, а теперь как? И вот это начало появляться санкционирование доступа, которое развивалось, усложнялось, усовершенствовалось, ну и дошло до того, что надо не только санкционировать доступ, но и отмечать, кто что в системе делает. И появился этот самый аудит. Вместе с восстановлением значений мониторинга, о котором вы услышите сегодня позже на Камис-клубе. Система позволила организовать работу, как следует стать центром музея информационным во многом и хранить всю информацию о жизнедеятельности музейного предмета. Следующим важным фактом было появление интернета. Вернее, его вхождение в музейную жизнь. Появился он раньше, но в 99-м году активные процессы привели к тому, что сайт коллекции Рыбинского музея, который первым был нашим изделием, и первой нашей коллекцией онлайн, вытащил на свет божьих 60 тысяч экспонатов и проводил очередные дискуссии. А разве так можно музейные предметы из фондов выставлять вот так? И дискуссии продолжаются до сих пор. Но сейчас уже коллекции онлайн стали общепринятым фактором. У нас даже их более 100 главных. И самая большая из них, коллекция онлайн ГИМа, 1,6 миллиона экспонатов выставлена в открытый доступ. И это, конечно, классно. Ну и мы уже сделали за это время некоторое количество сайтов, но это эпохальный сайт Новгородского заповедника, о котором расскажет позже Ольга Соболева. Это динамичный, мощный сайт сложного музея, который сделан полностью на платформе Комисс. Это было первое десятилетие. Ну, второе десятилетие – это, конечно, то, что мы систему все-таки переписали заново, некое ТЗ в наших головах уже сформировалось. Она в этом десятилетии становится самораспространенной, охватывает большинство регионов и ведущих музеев, и работает наша Комисс 2000 и в самых маленьких, и самых больших музеях. И, собственно, на ее фундаменте начинают строиться и мультимедийные новые системы. И от первой мультимедийной экспозиции «Фантемансийские», которую мы показывали когда-то на музейных конференциях «Адит и Ева», до нынешнего выставочного приложения в ГИМе прошло почти 20 лет. И, в общем, это опыт, который позволил нам сделать новое современное изделие, о котором мы тоже расскажем. Первый мобильный аудиовизуальный гид появился в музеях Кремкуля на тогдашних маленьких компьютерах карманных. Это была идея Саши Дремайлова. Мы делали это вместе. Он же записал большинство роликов его голосом. Все это работало некоторое время, пока эти компьютеры не прекратили свое существование. не стало Саши, а голос записан на его базе оставался. Спустя 10 лет мы получили заказ, сделали реинжиниринг, и новое мобильное приложение на iOS Android, на смартфонах, появилось. Используя те же материалы, сложные в базу, чуть переструктурированные, голос Саши снова зазвучал. Кто не видел, скачайте мобильное приложение «Оружейная палата». Там замечательно сопровождается вот этим. Его голосом, голосом его сотрудников еще и поясняются все термины. К сожалению, вот выставка в музее в Кремле нынешний, на которой масса терминов, не сопровождается таким приложением. И ничего непонятно с этикетки зачастую. Ну и современные мобильные решения стали развиваться дальше. На базе вот этих первых мы стали делать уже системы для внутримузейной деятельности. Это мобильное приложение «Маркировка». Это мобильное приложение «Мобильная сверка», которое заработало в Русском музее и Эрмитаже. И как раз представитель Русского музея об этом расскажет. Ну и сейчас мы работаем над универсальным мобильным гидом, мобильное приложение, которое тоже можно будет в будущем году уже распространять. Ну и, собственно, на финише этого десятилетия, в 2009 году, мы начали работать с Эрмитажем и поняли, что мы ничего не понимаем в музейном деле, потому что Эрмитаж действительно – это государство в государстве, это музей музеев. И те сложные традиции учетной работы и учетного описания предметов, которые накопились за столетия, так просто с наскоком не разгребешь. И это действительно говорит о том, что музеи очень сильно разные. И очень сложно написать для них единые правила, так чтобы они работали для всех, и чтобы они еще не учитывали вот эти многосотнелетние традиции. Ну, к Эрмитажу добавился еще и огромный музей ГИМ со своими огромными проблемами и с учетом, и с передачей этого всего в госкаталог. Но это отдельная тема, сегодня мы ее не затронем. Следующее десятилетие – это эпоха госкаталога, ну и отчасти облачных сервисов закончилась. Конечно, появление в 2012 году первого работающего госкаталога, который начали сгонять, но еще не очень сильно. И потом превращение его, благодаря во многом Вадиму Валерьевичу Ванькову, в работающий полноценный механизм, который был запущен, ну и уже силами нынешнего руководства Департамента Министерства культуры, стал неизбежным и обязательным для всех музеев. Ну, нам нужно было сначала в короткие сроки расставить модули госкаталога во все свои системы, кое-какое время уже было около 500. И после этого, в 2017 году, когда появился новый протокол, также стремительно их переделать, чтобы они уже работали по-другому. Появлялись новые возможности – автоматическая передача данных в госкаталог, автоматическое формирование списков на коррекцию. Это все расширяет возможности. Ну и, конечно, очень много мы сделали для того, чтобы оптимизировать работу у вас по более эффективному вводу данных. Это разнообразные формы массового заполнения, которые позволяют сразу много карточек заполнить одним значением – это система размножения, разбиения карточек на части. Это есть в ваших системах, вы об этом знаете. Ну и сейчас последнее, что появилось в конце прошлого года – это автоматизация обмена данными о выставках, то есть регистрация сделок в госкаталоге, теперь позволяет сформировать в комиссии список, передать его и там принять. Это, собственно, то, что сейчас ставится как постепенно во все музеи, а этим оснащаются, это и возможность, чтобы вам не набивать туда заново список номеров и не вводить эти страховые оценки и сохранности. Ну и давняя мечта реализуется – обмен данных между музеями, сделав обмен между музеем и госкаталогом, выставочным списком, мы подумали, о чем бы не вернуться к давней просьбе музея. Об этом тоже будет отдельный разговор. Ну, в 2014 году появилась браузерная версия Камис-5, система была еще раз переосмыслена и переписана, хотя фундамент ее, созданный в 2000 году, в значительной степени сохранился. Ну и новые возможности системы, конечно, многократно усилили ее возможности, их стало, ну, вы сами это видели, больше, она стала легче, с ней стало быстрее и удобнее работать, быстрее обучать новых людей этим возможностям. И это позволило существенно продвинуть другую нашу идею, идею облачных сервисов. Она началась еще в 2013 году с появления первого регионального сервера в Рязанской, в Рязани, для музеев Рязани и Рязанской области, когда музеи работали с общим сервером, не имея систему на своем компьютере, а все системы хранятся именно там, централизованно. Эта идея стала распространяться быстро с появлением комиссии пятого браузерности. Появился облачный сервер, на нем становилось все больше музеев. И, конечно, этот переход от своего маленького домика к квартире, без удобств зачастую, к квартире со всеми удобствами, со всеми коммуникациями и инфраструктурой, где тебе не надо думать об отоплении, о водопроводе. Все это у тебя есть, тебе все подведено, об этом за тебя думают, только плати коммунальный платеж. Вот, собственно, идея облачного сервиса. Ну и 20-й год пандемии показало, что все это делалось не зря. Когда гром грянул, и вас всех посадили домой, а многие все-таки захотели продолжить работу дистанционно, то тут сработало и те музеи, которые имеют свои сервера, и давно имели возможность работать из дома. Не все это делали, мы им помогли наладить этот выход из домашнего компьютера. И те музеи, что работали в облаке, они просто включились, спокойно, не заметив, свои компьютеры дома и соединились с облачным сервером. Ну и то, что мы всем предоставили эту возможность быстро перейти бесплатно, это тоже способствовало тому, что в первое вот за это время мы посчитали, где-то около 300 музеев наших могли работать дистанционно вот в этот период. Ну и надо сказать, что некоторые вернулись обратно после конца этих самых как бы нерабочих дней и выхода на работу, а некоторые остались, а многие стали возвращаться, а многие стали приходить. В общем, сейчас вот несколько цифр. Значит, это общее количество музеев, которых около 940 из 66 регионов, 110 коллекций онлайн, и около 50 миллионов, по нашим примерным оценкам, в базах разных комиссий и предметов, и изображений. Все цифры сошлись именно в связи с госкаталогом. Ну а то, что касается облачных сервисов, значит, 235 музеев работают на региональных и наших облачных серверах, это продолжается уже 8 лет, 9 серверов обеспечивают эти процессы, это 5 региональных и 4 наших. Ну и сейчас мы еще добавляем сервер архивов. Там не так много предметов, но это говорит о том, что среди этих музеев как раз очень много небольших. Именно им прежде всего мы рекомендуем переходить в облачные сервисы, снимать с себя головную боль о том, чтобы держать свои собственные серверные мощности и их обслуживание, то есть переходить от печек к централизованному водоснабжению и отоплению. Вот, собственно говоря, та эпоха, что прошла, та эпоха, что длится и продолжается. И, собственно, мы все это сделали благодаря вам, потому что, конечно, наши знания музейного дела, они идут от вас. Вместе с вами мы это узнаем, вносим в систему и потом обратные связи, понимаем, что сделали так, а что не так. Спасибо вам за это, за то, что вы с нами. Если есть какие-то вопросы... Все. Значит, давайте тогда мы двинемся дальше. Значит, собственно, следующий у нас по плану это русский музей, модуль «Мобильная сверка». Екатерина Борзова, заведующий сектором сверки службы государственного учета Государственного русского музея. Как вам удобнее? Могу пустить за компьютер или удобно кликером? Ну, если хотите, садитесь за клавиатуру. Коллеги, еще раз добрый день. Я действительно представляю русский музей и сегодня расскажу вам о нашем опыте использования нового модуля «Мобильная сверка». Как мы знаем, приказом Министерства культуры номер 827 от 23 июля 2020 года были утверждены новые единые правила, о которых мы сегодня уже несколько раз говорили. В 54 главе приводятся основные правила для проведения мониторинга или проверки наличия и состояния сохранности музейных предметов. Причем единые правила предусматривают возможность каждому музею самостоятельно разрабатывать и утверждать методику проведения сверки. Я цитирую. «Включая порядок подсчета музейных предметов и простановки в книгах учета или в специальной автоматизированной системе учета музейных предметов специальных отметок о прохождении каждым предметом проверки наличия». На мой взгляд, эта норма юридического законодательства целесообразна, поскольку она позволяет варьировать правила внутри каждого музея самостоятельно, исходя из существующих именно в нем учетно-хранительских проблем. В 2020 году в Русском музее начался новый цикл сверки, для проведения которого организация решила максимально оптимизировать сам процесс проведения мониторинга. В первую очередь это было продиктовано объемом коллекции. На 1 января 2020 года отчетная дата по всем сверкам данного цикла насчитывает 439 804 тысячи предмета, которые находятся в разных обособленных помещениях. То есть перенести книги КП, которых у нас много-много томов из одного помещения в другой, невозможно. Кроме того, процедура проведения сверки в нашем музее основывается на рекомендациях, которые разработаны Министерством культуры. Это значит, что создается комиссия не менее чем из трех человек, в которые никогда не входит хранитель данной коллекции. В данном случае он выступает в качестве проверяемого, который может иметь свое собственное мнение, отличное от мнения комиссии. Но именно члены комиссии присутствуют при фактическом осмотре предмета и формируют коллегиальное мнение относительно возможностей тех или иных исправлений, как проведение атрибуционного совета или перевода предмета из основного в научно-вспомогательный фонд. Хочется подчеркнуть, что главной задачей проведения сверки является проведение соответствия фактического состояния вещи с записям о ней, о вещи, в основной учетно-хранительской документации, книги поступлений, инвентарные книги фонда, акты приема на постоянное хранение и госкаталоги. То есть это те четыре учетно-хранительских документа, с которыми должен совпадать предмет, его фактическое состояние до степени идентификации. Они не обязательно должны быть полностью по слову совпадать, но мы должны понимать, прочитывая эти четыре документа, что речь идет об одном предмете. Для того, чтобы иметь доступ одновременно ко всем документам во время сверки фонда-хранилища, нами совместно с разработчиками системы КАМИС был создан модуль мобильная сверка. И хочется подчеркнуть, что наш музей одним из первых стал его использовать в июле прошлого года, сразу после окончания режима локдауна. Практически программа заключается в следующем. Хранитель заранее отправляет или по электронной почте, или формирует список в базе КАМИС для сектора сверок. По сотруднику службы учета тот список предметов, которые они будут сверять, фактически день сверки. Сотрудник службы учета создает в базе КАМИС протокол сверки, заполняя необходимые поля. Это фиксированная сверка на 1 января 2020 года. Наша отчетная дата, как я уже говорила, по циклу сверки. Фонд, фамилию хранителя, председателя комиссии, всю комиссию, и выбирает себя или нескольких человек, но зачастую себя, в поле доступ к мобильной версии разрешен, где высвечивается его логин. Дальше он нажимает кнопочку запустить выгрузку для мобильной сверки и выйти, и таким образом уже переходит на работу с планшет. На планшет он загружает под своим логином и паролем, который соответствует его данному в систему входа КАМИС, только в помещении, где есть Wi-Fi. После того, как он перегружает и открывает уже протокол, он может идти сверять. Вот так выглядит список документов, то есть сотрудник службы учета может работать одновременно с несколькими протоколами, их загружать, один выгружать, переходить ко второму. Этот факт позволяет защитить информацию от нежелательного редактирования, потому что все залогинено, и каждый имеет доступ только к тем протоколам, которым он выгружал. И в то же время это помогает не закреплять планшет за каждым конкретным сотрудником учета. То есть у нас переходящие планшеты сегодня ты можешь работать на одном, завтра на другом, в зависимости от того, какой планшет свободен. Что еще важно отметить? На стадии согласования с разработчиками модуля нами было принято решение ограничить количество вещей в любом из протоколов. Я знаю, что Эрмитаж пошел по другому пути, они загружают огромные списки на тысячу предметов, но наша принципиальная позиция заключается в том, что в протокол должны входить только те вещи, которые вы смотрели фактически в эту дату. Конечно, в зависимости от фонда бывают разные особенности сверки, потому что, например, бумажные и денежные знаки сверяются быстрее, чем скульптура, но в среднем количество вещей в протоколе не превышает 300. 300 — это, конечно, уже если идут какие-то тиражные вещи, которые лежат подряд, и у них инвентарные номера идут подряд. Главной целью разработки модульной мобильной сверки является смещение вектора работы сотрудника службы учета с удаленной работой, то есть за компьютером в его рабочем кабинете, на практическую, непосредственно при осмотре предметов. Это очень важно, потому что только сотрудник, который осуществляет сверку, из всех нас видит предмет фактически и может непосредственно судить о тех несоответствиях, которые зафиксированы в учетно-хранительской документации. Поэтому к карточке любого предмета на мобильном устройстве мы присоединили, попросили присоединить сканы КП. То есть здесь одновременно сотрудник видит скан КП и КП-сборку, если кто-то уже ее закрывал, редактировал, и каталожную сборку с актуальной закладки предмет. Мы не стали добавлять сюда сканы инвентаря, чтобы не перегружать поле, поскольку со сканом инвентаря сотрудник работает непосредственно в фонде. Это вот так вот видит скан, если его увеличить. Это помогает, конечно, сразу находить все расхождения. Здесь приведен пример. Вот лист Гагарин, оформление листа меню обеда в память Ломоносова. Сотрудник сверяет этот лист, в инвентарной книге ему читают название всех данных и мы видим, что КП написано номер 42-15. Переходя по скану КП, мы видим, что в скане КП 42-15 это костюмы радуги, то есть совершенно не тот предмет. Сотрудник намечает это как расхождение и потом в процессе работы с КП находит, что дан правильный номер КП это номер 42-97. То есть сразу при осмотре предмета мы видим, что произошла техническая ошибка, заполняем соответствующее расхождение и можем уже отдавать направку для изменения учетных данных. В мобильной сверке есть несколько галочек, которые мы видим в правой стороне, которые помогают нам рассмотреть предмет со всех сторон. Осмотр, маркировка, это то, что вы видели, предмет, маркировка ГРМ это именно написание трех букв ГРМ на каждом предмете, потому что в настоящий момент аббревиатура ГРМ является обязательной составной частью шифра КП. Либо сотрудник должен прямо при сверке, если это графика и есть возможность карандашиком приписать перед шифром КП буквы ГРМ, либо он должен в дальнейшем, если это живописи, трудномаркируемые вещи, например, та же скульптура, отметить это для себя, что в дальнейшем ему надо будет все-таки предмет промаркировать. Маркировка КП про остановку номера КП, инвентарь, спецучет, маркировка не проверена, это если вы не можете фактически подобраться к предмету, посмотреть с тыльной стороны, что у него написано, например, если предмет находится на экспозиции или выставке и вы сверяете прямо в помещении нашего музея. Сверены учетные номера, сверены каталожные данные, описание, сохранность и временно отсутствует, это очень актуально для нашего музея, если предмет выдан куда-то на выставку вне музея, поскольку у нас очень большая выдача, есть очень востребованные фонды, особенно живопись, и при заполнении на мобильном устройстве этой галочки в дальнейшем в системе КОМИС автоматически выпадает последний акт выдачи, вы можете посмотреть когда и куда был выдан предмет, чтобы в дальнейшем, когда он вернется с выставки в фон, его проверить снова. Тоже это очень удобно, поскольку если был выдан например рисунок, рисунок потом хранитель кладет в папку, которую вы уже остальные номера могли сверить, но вы таким образом запоминаете, что этот предмет был не сверен из всей папки. Одной из главных задач в данном цикле сверки для Русского музея стало не просто установление наличия предметов и их идентифицирующих признаков, но и определение индивидуального номера по книге поступлений для каждой работы. Особенностью введения нашей книги поступления с 1897 года является наличие суммарных записей поступления. Так, а он видимо пролистал. Нет, просто там был слайд с суммарными. И он вот здесь почему-то не вывелся скан. Теперь вообще все пропало. В общем, наличие суммарных записей, то, что Министерство культуры называет суммарными записями, это поступление большого количества предметов из одной коллекции. Как правило, запись КП ограничена просто коллекция остроградского, то, что там на сайте, или поступление из памятного отдела и количество, условно говоря, 9899 предметов. Нет по предметных списков у нас этих коллекций, и мы можем определить принадлежность того или иного предмета к этой коллекции только по старым номерам на обороте предмета. Это могут быть бирки, этикетки, какие-то записи, в общем, все, что угодно. Поэтому мы добавили в этом году в модуль мобильная сверка возможность фотографирования, чтобы сотрудник сверки не просто переписывал эти номера от руки, но мог фотографировать, потому что, как правило, переписывание от руки, оно всегда создает возможность ошибки, и если с этим предметом в дальнейшем будет работать другой сотрудник учета, то велика возможность его неправильно страктовать. Такие прецеденты у нас были. Поэтому фотография это всегда объективно. Также необходимо отметить про госкаталог, о котором мы также сегодня уже неоднократно упоминали, поскольку до 31 декабря 2025 года все предметы должны быть переданы в госкаталог. есть, да, туда перекидывали, да, куда-то вот. Продолжение следует... Продолжение следует... А можно мне, чтобы я пролистала? Вот дальше, ниже, ниже, ниже. 14-й, 15-й тогда слайд. Вот 15-й слайд. Вот мы видим здесь пример. 99-й номер КП за 1918 год, коллекция Остроградского, которые перечислены предметы. Практически под 10 тысяч в общей сложности, потому что мы видим также красным, это вписаны результаты периментаризации 50-х годов, которые тоже были ошибочными, и мы уже встречаем ошибки. К ним нет списка. То есть как хочешь, так и ищи. И вот только по старым номерам, которые мы находим, наоборот, на стороне гравюр и рисунков, мы можем понять, что это Остроградский. И отнесить, проставить ему этот номер КП. Это фотографирование, возможность фотографирования. Вот карточка предмета. Нажимаем «Добавить изображение», и планшет автоматически снимает предмет. Очень хорошо. Она сразу же добавляет данное изображение к этой карточке данного предмета, и предмет обретает вид внешний. Кроме того, эта возможность уже сотрудники мои находили то, что хранитель по ошибке прикреплял неправильную фотографию, особенно в коллекции драгоценных металлов. Могли быть перепутаны пуговицы, или прикреплена там не та брошка, и сотрудник сразу оперативно переснимает предмет, и все становится хорошо. При этом качество фотографии очень хорошее. Так что мы, я уже начала говорить, что для госкаталогов поле фотографии является обязательным полем, и мы снимаем снимки такого качества, что можно в дальнейшем сразу передавать в госкаталог без дополнительной обработки. У нас, как я уже сказала, большая коллекция, и силами отдела фотофиксации выполнить весь наш план по передаче в госкаталог – это невозможно. Безусловно, мобильная сверка, как и любая программа, не лишена недостатков. Невозможно одновременно открыть на одном устройстве два протокола с разными шифрами. Но у нас очень часто предметы разных шифров лежат либо в одном фонде хранилища и находятся у одного хранителя, либо даже лежат в одной папке, как, например, советская гравюра и советская гравюра «Б». И сверка, соответственно, происходящая по папкам, он затрагивает одновременно два шифра. Мы вышли из положения так, что мы добавляем в один протокол предметы разных шифров, и потом уже перенеся протокол в систему КОМИС, их разносим вручную по разным протоколам, потому что сверка сдается по шифрам инвентарных клиник, и, соответственно, протоколы мы также ведем по шифрам. Но все это требует времени, и это, конечно, не очень удобно. И второй момент, который нас не очень устраивает, это отсутствие привычного нам всем списка столбиком номеров загруженных протокол. Сейчас поиск осуществляется либо по номеру инвентарному, либо по сверенным, несверенным предметам. Да, это все находится, никаких проблем не возникает, но это требует времени, это не очень удобно, особенно некоторым сотрудникам, и поэтому все это сказывается на том, что мы сверяем не так много предметов, как хотелось бы, и как было бы возможно, если бы был удобный поиск. Но, тем не менее, когда мы выгружаем протокол из мобильного устройства в систему КОМИС, он приобретает такой вид, мы видим заполненные галочки, видим примечания и расхождения, отмеченные сотрудникам сверки, их переносим сразу в карточку предмета на закладку сверка, и оперативно можно уже представлять предметы для дальнейшего исправления, что очень важно при работе с большими фондами, потому что если коллекция насчитывает один фонд, например, гравюры, под 50 тысяч и день схранения, то исправить все расхождения в конце сверки, полгода до момента сдачи акта сверки, это невозможно, лучше их не копить, а сдавать сразу в процессе проведения фактического осмотра. И я хочу отметить в заключении своего выступления и подводя итог работы своей и своих коллег с модулем мобильная сверка, что поставлена изначально задача по оптимизации проведения мониторинга по ускорению темпов сверки, она выполнена. И, конечно, мобильное устройство нам очень помогает при выполнении поставленных Министерством культуры задач в области учета и хранения. Спасибо. Если есть вопросы, я с удовольствием вам отвечу. Коллеги. Ну, я чуть-чуть дополню вот момент, который недавно появился в Русском музее в мобильной сверке, появилась возможность фотографирования предметов прямо из этого режима работы, что, как я понимаю, тоже было просьбой Ольги Анатольевны Бабиной сделать это, мы постарались оперативно сделать, это позволяет использовать это приложение как для фотографирования в ходе сверки, так и для фотографирования просто со списочком и с возможностью отнести обратно. Есть возможность обнаруженные при сверке предметы также быстренько ввести каратенечко вместе с фотографией, перенести в комиссы, потом уже там в комиссии эти данные разнести по графам. То есть вот эти вот важные вещи. Кроме того, сам экран мобильной сверки с этим количеством галочек, его можно настроить, то есть их не обязательно должно быть 11, их может быть там 4, как в Эрмитаже, допустим. Ну тут просто немножко разные технологии работы используются в Русском музее и в Эрмитаже для того, чтобы с мобильной сверкой работать. Ну и загружать можно сканы и КП, и инвентарей, и спецучеты. Это уже опять же желание музея, но это влияет на объем, конечно, загруженной базы, но и современные планшеты, в общем, это все поддерживают. Да, еще хотела добавить, что система устроена таким образом, что можно ее загружать даже на смартфон. И изначально перед нами стоял выбор, что выбрать планшет или смартфон, но мы выбрали планшет, чтобы было лучшее разрешение и не портить себе зрение, потому что мы и так... Учет, основная работа, это перед компьютером, и ломать себе зрение на планшете, на смартфоне было бы неправильно. Но, в принципе, это возможно, если кто-то хочет, чтобы было легче не носить с собой огромный планшет, это возможно. С тебя, с меня. Нет, если вы будете покупать, например, там, три планшета, три телефона на любое устройство, да, туда устанавливается специальная программа, инспектор называется, которая вот дает вход в мобильное устройство, ее открываешь, и там появляется такой интерфейс, вход по логину и паролю, и в дальнейшем уже протокол. Ну, вот, и непосредственно загрузка и выгрузка протокола, она происходит только в помещении, где есть Wi-Fi. У нас, к сожалению, поскольку старое здание, Wi-Fi есть далеко не везде, но мы специально установили вот помещение сектора сферы, точку роутер, чтобы все приходили к нам и перекачивали эти протоколы. Ну, коллеги, спасибо. Мы продолжаем. Если еще будут вопросы, мы дадим время в конце, ну или уже в кулуарах. Спасибо большое, Катерина, за интересный и содержательный доклад. Так, ну теперь я расскажу о регистрации сделок и обменных данных музеев при передаче предметов в госкаталог. Ну, здесь особо рассказывать нечего. Значит, появился документ «Ходательство о выдаче предметов». С него мы все начинаем. Вообще этот документ существовал в нашей системе с самого начала. В девичестве он назывался «Письмо разрешения на выставок». Таким большинство не пользовалось. Им пользовались как раз в русском музее. И как сейчас помню письмо, это начиналось со слов типа «Дорогая Анна Сергеевна». Вот. Теперь, значит, оно обрело новую жизнь. В этом документе вы вносите список предметов, ставите страховые оценки и смотрите на сохранность, чтобы она была правильно описана. Потом вы нажимаете на секретную кнопочку «Экспорт данных для сверок». Это очень похоже на выгрузку в госкаталог. И внизу, видите, у вас появляется такой файлик, zip-файл, в котором содержатся данные, которые вы будете помещать на сайт госкаталога. И вот, ой, господи. Вот. Идете на сайт госкаталога и размещаете созданные вами данные в личном кабинете своем. Значит, что вы передаете? Вы должны четко понимать. Вы передаете список предметов, список номеров госкаталога. Вы передаете сохранность и вы передаете страховую оценку. Вы не передаете описание предметов. Если в этот момент вы поправили название, то название у вас в госкаталоге осталось старое. Его нужно передавать документам о корректировке данных в госкаталоге. Вот это вы должны понимать. То есть вы передали список, страховая оценка, сохранность. Все. Соответственно, сделав этот... Значит, я сразу скажу, что эта функция будет доступна всем, у кого есть сопровождение. У всех появится этот документ, эта кнопочка «Выгрузить». В общем, здесь большой хитрости нет. Значит, здесь это быстрее сделать, чем рассказать о том, как это делать. Ну, только что по запросу. То есть наши сотрудники постепенно это делают, но прежде всего, если вам это необходимо, вы обращаете их к своему сопровождающему, у вас это появляется. Ну, соответственно, раз это можно передать, данные в госкаталог, то музеи могут, соответственно, передавать... Мы решили, что музеи могут это передавать и друг к другу. То есть речь идет об обмене выставок между музеями. То есть то же самое, только без госкаталога практически. В акте, то есть когда вы выдаёте... Это, значит, передатчик, то есть музей, который готовит выставку для передачи в другой музей. Оформляет акт временной выдачи, свой обычный документ, и нажимает, видите, внизу кнопочка «Выгрузить данные для передачи в другой музей». В этот момент у вас образуется zip-файл, то есть такой маленький архивчик, в котором находится такой XML, то есть такой набор файлов, которые содержат все ваши предметы, в которых описание их так, как вы их передаете в госкаталог, то есть один к одному с тем, что вы передаете в госкаталог, плюс сохранность. Сохранность мы в госкаталог не передаем, но здесь нам нужно передать другой музей. То есть мы всё то, что вот это, вот мы записали в том формате, в котором передаётся в госкаталог. Значит, потом этот самый, вот этот, теперь вам нужно этот файлик каким-то образом передать в музей-приёмник, то есть тот музей, который у себя проводит вашу выставку. Тут можно его через какое-то облачное хранилище передать, а не знаю, там прикрепить письмо, или не знаю, там старым дедовским способом записать на этот самый, на дискету и приехать с ней на флешку. В музее-приёмнике, то есть музей, который оправляет у себя акт приёма на временное хранение, он взял ваши предметы, он нажимает кнопочку «Импорт данных», из другого музея. И здесь, если видите переключатель «Радио Баттон», он либо получает наши файлы, которые, вот тот файл, который сформировался в системе комисс, в том музее, который передают, либо в музее, у которого нет комиссы, и который просто приготовил эту выгрузку, как будто он приготовил её для передачи в госкаталог. То есть это может быть и ЗАЗ-музей, ещё где-то, вот как будто вы в другой системе, кто-то приготовил данные для выгрузки, и мы их тоже примем. Единственная разница, из нашего предатчика мы получим все данные, включая сохранность, а из того файла, который пришёл, как бы приготовленный для госкаталога, там сохранности не будет, потому что сохранность в госкаталог не передаётся. Значит, вот это будет ставиться уже как маленький модуль комиссы. Теперь всё это хорошо, но последний маленький слайд про овраги. Какие здесь есть проблемы? Они небольшие, но они есть. Первая проблема – это неполные данные. Мы, как вы знаете, комисс системы настраиваемые, в каждом музее передачу в госкаталог мы тоже настраиваем. В каких-то музеях нам говорят, да, конечно, автора переносим, в автор госкаталоги, организацию-изготовитель, в организацию-изготовитель. В каких-то музеях установка была следующая. Так, это нужно им, это не нужно нам. Размеры нужно передавать? Передаём. Материал, технику не нужно? Не передаём. Автора не нужно? Необязательное поле? Не передаём. Вы знаете, такая вот протестная передача в госкаталог. По минимуму. Значит, то, что вы передали в госкаталог, то получит и музей. Другое дело, что он получит самое длинное поле – это сохранность. Он получит ваши номера, он получит номер по госкаталогу. Но то, что вы передаете в госкаталог, тот получит и другой музей. Но сейчас уже есть гипотеза, что у вас такую сделку могут не утвердить в Министерстве культуры. Поэтому я сейчас вам расскажу историю про драгоценные данные. Это история, которая сейчас в режиме реального времени происходит в одном из музеев. Это вам для справки. Некий музей оформляет сделку, комиссию нормально поместил эту сделку в госкаталоге, ему говорят, мы вам сделку не утверждаем. У вас предметы содержат драгоценные металлы и камни. В госкаталоге их нет, должно быть описание. Обязание металлов, камней, номер и дата акта ювелирной экспертизы, который установил эти самые металлые камни. Ну, значит, тут мы немножко покидали мячик друг к другу. Значит, нам из музея говорят, а почему вы это не передали? Мы говорим, да мы с радостью передадим, но вы скажите нам, в какие позиции? Вот есть определенные позиции госкаталога, в которые нам нужно пристроить то, что вы попросили. Куда пристроить номер и дату акта ювелирной экспертизы вообще непонятно. По общечеловеческой логике, данные о драгметаллах, да, там эти пробы, веса, ну, наверное, нужно поместить в материалы технику. На что музей говорит, ни в коем случае. Это же открытые данные. Про наши брюльянты узнает весь мир. Мы не против того, чтобы это помещать в материалы технику. Мы говорим, ну, тогда медицина тут бессильна, мы ничего не можем сделать. И музей, значит, пошел уже, соответственно, базарить с госкаталогом, что либо давайте нам какую-то отдельную позицию, в общем, куда нам эти наши драги пристроить, чтобы вы нам утвердили сделку. Вот пока эта история ничем не закончилась. По крайней мере, мы не получили никакого сигнала, куда нам с этими драгоценными камнями метнуться, в какое поле. Ну, вот такая ситуация. Так что учтите, коллеги, по-видимому, при регистрации сделки нужно смотреть, чтобы там были не только размеры в описании предмета. Ну, собственно говоря, наверное, все. Тут особо рассказывать нечего. Ну, будем ждать. Когда оно состоится, мы сможем, по крайней мере, распространять этот опыт на остальные музеи. Наверное, нужна отдельная позиция для драгов. Ну, так получается. Но менять протокол госкаталога дело сложное. Протокол, это мы все посидим, друзья. Ну, будем ждать. Так, я предоставляю слово следующей Елене Косопойко, нашему замечательному сотруднику, которая когда-то даже сама проводила обиды. Давай. Давай. Продолжение следует... 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 Если мы зайдем в эти справочники, то мы можем подробно посмотреть ту же самую информацию, которую мы видели, нажимая кнопку «Просмотр» из карточки предмета. То есть взаимосвязанный такой процесс. Соответственно, мы видим название атрибута, кем он правился, какие значения были, стали. И у нас здесь появляется кнопка «Восстановить». Кнопка «Восстановить» дает возможность исправить ситуацию, когда по ошибке случайно или поменяли сведения, и нужно вернуть измененное значение. На нижней части экрана мы видим, что кнопка нажата, она становится неактивной, и нижние поля, кто восстановил, с каким логином и дата прописываются в полях. И это же отображается восстановление данных в карточке предмета. Мы видим атрибут, который правился в данном случае, название, и видим ситуацию «Восстановил», кто его исправил. Но здесь везде виноват разработчик, потому что это тестовые у нас скрины. Кроме единичных случаев, все мы знаем, кто работает в Комиссу, у нас есть очень много форум, позволяющих массово заполнить данные о предметах. Это хорошо известные акты вам приема на ответственное хранение. Когда назначается хранитель, массово в карточках проставляется хранитель. Для госкаталога есть специальные формы массового заполнения даты КП, источника, из датчика, способа поступления. В акте приема в постоянное хранение это кнопка «Массово проставить дату записи в КП». Так вот, массовый аудит – это еще одна закладка в карточке предмета, вы ее видите внизу. Она отвечает за фиксацию массовых изменений. Организация и логика здесь очень подобные. Мы видим также, кто это изменил, какой атрибут, в какое время, и здесь добавляется, в каком документе, каким документом это было сделано. В данном случае это акт приема на ответственное хранение. И когда мы заходим в справочник по массовому исправлению предметов, мы видим перечень изменений в системе, логины даты, в каком предмете это было сделано и на основании каких документов. Здесь видно, что в массовом замене у нас участвуют списки для сдачи в госкаталог, списки для проверки данных перед сдачей в госкаталог, акты изменения учетной документации, то есть акты переатрибуции. Зайдя внутрь справочника, точно так же мы видим, кто правил этот атрибут. Правился атрибут-хранитель, источник правки, документ в данном случае, акт приема на ответственное хранение, что было, что стало, и у нас есть кнопка «Восстановить», нажимая которую мы можем вернуться к предыдущим значениям, если мы сделали ошибку. Вот примерно на этом экране в качестве источника правки у нас был список для сдачи в госкаталог, где есть кнопки для ускорения процесса заполнения обязательных полей, о которых вы все знаете, в данном случае тип собственности. Было выбрано субъект федерации, стало федерально, если мы ошиблись, то внизу также есть кнопка «Восстановить», где мы можем вернуться к предыдущему значению. И наши справочники, такие, например, как материалы техника, очень частая ситуация, когда мы всегда на обучении говорим, что при заполнении данного справочника можно массово приписать ту или иную материалу или технику к предметам, и они массово поменяются, заполнятся во всех карточках. Очень часто вносятся грамматические ошибки, и все это можно исправить. Но с течением времени где-то забывается, или приходит новый сотрудник, или волонтер помогает вносить какие-то данные. Правится справочник, и, например, человек решил навести порядок в бумаге, написал вместо бумаги бумага ламинированная, еще чего-то, и массово заменилось это название, например, в графике 18 века. Мы понимаем, что в 18 веке не было бумаги ламинированной. В данном случае нужно исправить это значение, поэтому через справочник это тоже можно сделать. Здесь мы видим значение, которое удалилось, на что было заменено, изменено, и внизу мы видим статистику, в каких предметах, в данном случае в 13 предметах, это было поправлено. Соответственно, аудит повлек за собой некие статические данные сбора, статических данных об этих изменениях, и музей активно, у кого есть этот модуль, их использует. Таким образом, в задачах появился новый раздел «Статистика по аудиту». Это отдельная статистика по всем этим изменениям. Соответственно, в базовом праздничном наборе есть набор трех статических отчетов, статистика внесения изменений в предметы, изменения в предметах по атрибутам и персональный отчет в карточках предметов. Все эти формы формируются в таблицу Excel. Ее пример я привожу на экране, где мы видим набор атрибутов и какое количество изменений в них произошло. или персональный отчет в карточках предметов, где мы можем конкретизировать, то есть мы можем выбрать пользователя, кто заведен в системе, работает его логин и пароль, конкретизировать период, нам нужен, например, за квартал или за год, и сформировать этот отчет по датам или без дат. Эти отчеты очень активно пользуются, по крайней мере, мои музеи, я точно знаю, у которых есть этот модуль, при составлении отчетности квартальной, месячной. Сегодня уже потом говорилось, что у всех есть план сдачи в госкаталог, и сотрудник, ответственный за сдачу этих сведений руководству, заведующий подразделение или сам сотрудник, может использовать эти статистические отчеты для подготовки своего персонального отчета к премии. Это отчет по созданию новых карточек, и как выглядит страничка статистика внесения изменений в предметы. В заключении моего сообщения хочу сказать, что данный модуль очень удобен и полезен как музею, так и нам, разработчикам, потому что это дает возможность нам, разработчикам, когда нам пишут заявки, что что-то пропало, что-то не так, если есть музей-аудит, мы можем быстро посмотреть, что изменилось, и виноват как бы человеческий фактор, или это ошибка настройки, и дальше уже действует в соответствии с этим. Музею это полезно, потому что очень многие сотрудники, есть обратная связь, мне говорят сопровождающие, администраторы, вернее, комиссы от музея, что это очень дисциплинирует самих сотрудников, они более внимательно работают с базой данных, вносят какие-то правки. И у меня есть музей, где, например, ну, большинство музеев этот модуль и закладочки закрыты, или как-то от глаз, да, а есть музей, где это все открыто на чтение, и просто они специально это сделали, чтобы сотрудники видели, кто, как, чего изменил, таким образом исключаются какие-то конфликты, трения, недоразумения между сотрудниками. У меня все. Спасибо, Лена. Коллеги, я передаю слово Ольге Сергеевне Соболевой, заместителю генерального директора Новгородского музея-заповедника. Да, вот вам инструмент. Саша, запускай. Микрофон. Добрый день. Рада всех приветствовать здесь. И хочу сказать сразу, что наш доклад сделан в соавторстве с Юрием Марковичем Лышаком и с Ириной Сергеевной Копыловой. Они, наверное, не нуждаются в представлении в этом зале. Могу сказать, что доклад будет сделан не как презентация нашего нового сайта, а как попытка поделиться с вами опытом проектирования и разработки сайта для крупного сложного музейного комплекса. И поэтому такое вот название в нашей презентации – опыт именно проектной работы. «Как сделать сайт от самой идеи и до уже законченной завершенной версии». Ну, все слова благодарности я скажу позже, в конце своего доклада. Но вначале скажу, что старому сайту было больше 10 лет. И вчера я уже кратко сказала, что Новгородский музей-заповедник – это большой музейный комплекс. Его составим 9 филиалов и больше 126 объектов недвижимости. Больше 110 из них являются памятниками архитектуры 11-19 веков. Но у сайта была масса проблем. Это и отсутствие адаптивной мобильной версии, сложная навигация, поиск данных. Многие актуальные данные, такие как стоимость, часы работы, они выгружались только в PDF-ных файлах. Информация об объекте находилась в одном месте, информация для пользователя в другом. Исторические справки часто устарели. Описание экспозиций тоже были написаны научными сотрудниками, в основном ориентируясь также на научных сотрудников, а не на пользователей. То есть создавая новый сайт, основные требования были следующие. Прежде всего, это удобство для пользователя. Хотелось взглянуть на музейный комплекс не глазами научных сотрудников, не сотрудников музея, а глазами наших посетителей, которые планируют свой визит к нам и ищут какую-то актуальную для них информацию. Конечно, для этого было необходимо новое визуальное решение, современное представление музея. Особым вызовом это было представить все наши объекты. Изначально мы думали, что их 50, но сейчас мы понимаем, что их значительно больше. И об этом будет последний слайд в этой презентации. Очень было полезно для нас самих взглянуть на название наших экспозиций, на название памятников, на название наших туристских программ, вообще понятно ли, куда мы приглашаем наших гостей. Ну и, конечно, эти крупные задачи для нас в одиночку было бы решить очень сложно. И поиск надежного разработчика, надежного партнера был такой тоже для нас непростой задачей. Ну, отдельно, скажу вам сразу, управлять одним музеем или двумя или тремя зданиями – это одна задача, а управлять и продавать 66 музейных объектов – номенклатура продаж превышает у нас 200 наименований. Это совсем другая задача. Поэтому гибкая система управления сайтом, заполнение и обновление контента – это отдельный такой сложный блок вопросов. Ну и, конечно, служба поддержки и сопровождение проекта, когда в любое время вы можете быть уверенным, что ваш сайт не рухнул, когда на него вышло, например, в дни Новгородской Масленицы 20 тысяч посетителей одновременно, и он надежно работает, и все корректно на нем отображается. Поэтому, конечно, честно вам скажу и признаюсь, наверное, и коллегам, у нас были большие опасения, мы со страхом приступали к этой работе, и если бы, наверное, мы представляли полный комплекс вопросов, мы бы еще какое-то время не решились на то, чтобы обновлять наш музейный сайт. Поэтому, конечно, большое спасибо Юрию Марковичу и Ирине Сергеевне, которой сегодня, к сожалению, нет в этом зале, но, надеюсь, она послушает эту запись и поймет, что, конечно, ну, я думаю, коллеги и сами отдавали себе отчет, что это была сложная задача для нас и для них, но как раз вот наличие опыта совместной работы, вот этих опыта публикации онлайн-коллекций, то, что в музее уже порядка 80 сотрудников научных были обучены работе с комплексной автоматизированной системой, то есть мы представляли, что это за система, ну, и, конечно, мы увидели уже реализованные проекты. Поэтому вот это те, как бы, основные аргументы, которые сыграли в пользу того, что было принято решение строить новый музейный сайт на платформе Комисс. Сразу вам скажу, что не все однозначно одобрили это решение, и, конечно, это было смелое решение нашего генерального директора, когда, в общем-то, такая была установка сверху, то, что новый сайт будет работать на платформе Комисс. Потом была сформирована рабочая группа в музее, и началась уже сама работа над этим проектом. Вот трудно переоценить значение предварительных этапов. То есть до того, как вы начали выбирать дизайнера сайта, вы должны сделать еще, я бы сказала, 70% очень основной и важной работы. И отдельный предварительный этап был даже выделен у нас отдельным договором – это подготовка технического задания. Ну, оцените свои силы. Если вы в состоянии самостоятельно сформировать техническое задание, то это можно пропустить. Если вы не уверены в своих силах, то обязательно нужно провести проектный семинар, сделать анкетирование сотрудников, понять, в чем проблемы у сотрудников с работой с сайтом, посмотреть пользовательский опыт, конечно, посмотреть референсы, а как люди в мире представляют такие комплексы. Для нас очень был интересен британский опыт, российский региональный опыт, скажу, ханты-мансийский регион. Они решили схожие проблемы, сделав сайт для всех региональных музеев, как для нас. Ну, и, конечно, как я уже сказала, этот проектный семинар, который позволил, в общем-то, в общих чертах сформировать концепцию, определить структуру и, в общем-то, написать, подготовить грамотное техническое задание, которое уже определило и смету. Скажу вам, что затраты на красивый дизайн составили, ну, вот Юрий Маркович, может, меня поправит, но не больше, наверное, 20%. Ну, то есть, когда вы считаете, да, смету, работа на сайт, там, знаете, что это не только работа дизайнера, как многие ошибочно себе представляют. Вот следующий огромный этап работы, и он как раз совпал с локдауном, и у нас было много времени, в Zoom мы долго очень обсуждали, как будут выглядеть прототипы наших страниц, сколько таких страниц должно быть, какая информация на них должна отображаться. То есть, вот то, что вы сейчас видите, были, конечно, только благодаря участию КАМИС мы смогли проанализировать все наши основные объекты и все те данные, которые должны быть на них отражаться. Вот такие таблицы, да, это для календаря событий, для экскурсий, для выставок. То есть, было принято решение, каждый наш музей представлять отдельной страницей. И на каждой этой странице, да, у каждого музея должен быть свой календарь событий, в нем должны отображаться разные типы событий. Вот вы их видите, этот столбик самый длинный. Это выставки, экскурсии, мастер-классы, праздники, циклы, лекции любителей, клуба любителей искусств, абонементы, детские программы. Ну, и, в общем, этот перечень, мне кажется, это вот он уже сократился сейчас немножко, но, в принципе, вот он таким примерно и остался. Отдельный, как бы, большой блок, конечно, ну, наверное, мы потратили, я без привлечения могу сказать, два, а то и три месяца, обсуждая только внутреннюю логику и архитектуру, ну, то есть архитектуру сайта. То есть, сделав все прототипы, сделав такие прототипы на страницу музея, события, маршрута, чего только нет, только после этого мы подошли, в общем-то, к тому, с чего многие начинают, а именно с определения концепции художественного оформления или концепции дизайна. И, если честно, это потребовало еще одних титанических усилий, и таким образом был проведен ребрендинг музея. Вот, держу в руках уже набор новых промо-сувениров. В общем-то, мы поменяли не только логотип, но сделали и новый логобук, и новый брендбук. И, в принципе, сейчас хочу торжественно Юрию Марковичу вручить со словами благодарности. Ну, вот после того, как были сделаны вот эти виды работ, уже началась работа по выбору самой концепции дизайна. Вот вы видите, было несколько вариантов у нас. И мы пошли и попробовали два способа, как выбрать, как найти хороших дизайнеров. Сразу скажу, сначала мы пробовали провести конкурс дизайнеров, но минусы у этого пути были следующие. Во-первых, у нас не было уже времени, чтобы приглашать проверенных дизайнеров. А с улицы, то, что к нам пришло с улицы, мягко говоря, очень сильно отличалось от того, чтобы мы хотели видеть. Ну, и, конечно, по рекомендации мы нашли и разработчиков, которые сделали визуальную часть для самого ребрендинга музея, но для сайта мы ограничились только тем, что заказали у них концепцию. И, в общем-то, на этом настоял руководитель проекта. Она, отсмотрев все материалы и попробовав работать с теми дизайнерами, которые понравились нам, в общем-то, было принято решение выкупить у них права на вот это концептуальное решение и работать уже потом с профессиональной командой, которая умела работать именно с сайтами и знала все тонкости проектирования и художественного дизайна именно сайтов. Ну вот, несколько слов хочу сказать, что, конечно, очень помогло то, что с первых дней нашей работы удалось наладить постоянный контакт благодаря современным методам дистанционной работы. Несмотря на то, что разработчик в Санкт-Петербурге, мы в Новгороде, была возможность оперативно решать все вопросы, подробно рассматривать, как я сказала, только прототипы мы делали больше двух месяцев, то есть смотрели, учтены все ли потребности, вся ли информация, удобно ли это на одной странице, что можно разместить ниже, что можно добавить в другие разделы. Ну и как только появлялись первые прототипы, начиналось уже их тестирование и, конечно, отдельное внимание к контенту. Сейчас об этом тоже я немножко скажу. Ну вот так выглядит наш новый сайт и его компьютерная версия и есть версия для мобильного приложения. Что удалось решить? Какие функции основные есть теперь у нашего сайта? Во-первых, каждый наш музей, а это и музей письменности, о котором я говорила, и музей икон, и музей Северо-Западного фронта, и музей Федора Михайловича Достоевского, они все получили свой сайт. И скажу даже больше, что когда мы стали смотреть, как эти музеи представлены на сайте, было принято решение провести реструктуризацию. И мы внесли изменения в наименование филиалов, изменения в устав. Очень сильно, наверное, я выхожу за рамки тайника. Да, ну то есть действительно пришлось подумать над теми вопросами, которые раньше как бы рассматривались как само собой разумеющиеся. Оказалось, что вот, например, в Старой Руси наш филиал назывался «Дом музея Федора Михайловича Достоевского». А теперь там уже два музея. Мы там открыли музей Романа Братья Карамазовы. И надо как-то поменять название. Долго думали, как. Решили назвать музей Федора Михайловича Достоевского в Старой Руси. Потом подумали, как-то надо перевести это на английский язык. А давайте посмотрим, как другие это решают. Надо ли это согласовывать в министерстве. В общем, мы только изменения в устав вносили, наверное, полгода. Потому что министерство не знало, надо ли это согласовывать или нет. Но очень, конечно, вот этот момент – конструктор страниц. Хочу обратить ваше внимание, что у нас каждый музей, мало того, что он имеет свою страницу, он имеет возможность самостоятельно настраивать то, как выглядит его страница. Если у этого музея есть детская программа, то будет большой блок детских программ. Если есть научные конференции, то будет большой блок научных конференций. Если есть доступная среда для инвалидов, будет блок доступной среды. Если чего-то из этого нет, то это просто не заполняется в комиссии, не отображается на сайте. И тем не менее, сайт все равно не выглядит рвано. Он все равно выглядит гармонично, он все равно смотрится законченным. Есть возможность менять самостоятельно фотографии, добавлять медиафайлы, делать связи с коллекциями онлайн. Например, если вы зашли на страницу Федора Михайловича Достоевского, то вы можете потом оттуда перейти в виртуальный музей, и в коллекцию онлайн, и посмотреть публикации, новости, и посмотреть, какие экскурсии выбрать в этот день, через месяц, например, для инвалидов, и все это отобрать по фильтрам поиска. Конечно, вот это потрясающая для нас разработка. Я, честно говоря, не знаю, как комисс это сделал, но мы до сих пор поиск настраиваем, и он с каждым днем работает все лучше. Вот так выглядит страница, как отражается она на лэптопе, и как она отражается в мобильной версии. То есть все масштабируется, все размещается, и время работает, и цена, и привязано все к геоданным на карте, можно посмотреть, сделать маршрут, посмотреть, какие музеи есть рядом. То есть все сделано для того, чтобы было удобно пользователю. И видите, красным выделено в настоящее время режим работы открыт или закрыт наш музей. Вот у нас огромное количество памятников архитектуры, например, церковь Спаса в Нередицах, на Нередице вообще мы, как всегда обычно, сами не можем разобраться в названиях. Вот можно посмотреть, да никто не... Это памятник, который стоит в чистом поле, на который непонятно, как доехать. Но вот нажав на его местоположение на карте, вы можете подробно просчитать маршрут, будет указано, сколько надо времени на его осмотр, есть ли там аудиогид, сколько стоимость, где купить билеты. В общем-то все можно сделать в один клик. Но есть быстрый доступ к информации. Когда вот эта череда наших музеев отображается на одном экране, уже просто наведя курсор на какой-то из объектов, вы можете увидеть, выпадает вот такой краткий информационный блок со всей контактной информацией, и можно либо перейти на страницу музея, либо листать дальше, если вы вообще не знаете, чего вы хотите выбрать, да? Если не знаете, что задать в строке поиска. Ну вот еще раз, какие есть фильтры для поиска? Можно искать по названию музея, по названию города, по типу события, например, забить театрализованная экскурсия, или мастер-класс для детей, или конференция. Можно искать по типу аудитории, по объектам доступной среды и по расписанию, например, ежедневные экскурсии. Так, ну вот хочу сказать, что мы перешли на новый сайт 1 июня 2021 года. Вот за это время мы подготовили совершенно с нуля новых, то есть все тексты написаны заново для этого сайта. То есть старые тексты мы не переносили. И все фотографии, все объекты отсняты тоже заново. И есть план к зиме обновить как бы съемку на зимнюю съемку. То есть мы создали, по сути говоря, 66 страниц музейных объектов. То есть каждый наш музей... Изначально мы думали, что их 55, оказалось, что их 66. То, куда мы продаем наши билеты. То есть 66, можно сказать, мини-сайтов в рамках одного большого сайта. 383 события, 160 новостей и 215 тысяч предметов опубликованы в коллекции онлайн, которые вот сейчас можно посмотреть на нашем сайте. Но еще раз хочу сказать, что вот эта подготовка контент-плана, она стала возможна только тому, что вот мы специально перед этой презентацией посмотрели сейчас у музея 96 лицензий на пользование базой данных Камис. Это значит, что 96 наших сотрудников обучены тому, как заносить информацию о своему объекту на сайт. То есть мы сейчас работаем над тем, чтобы подготовить регламент работы над сайтом, где будет написано, кто в какие сроки... То есть сейчас мы потестируем, да? Есть сейчас администратор, человек, который больше года работал над сайтом, которого еще не было. То есть мы взяли человека на новый сайт, когда еще был год до его запуска. И она была с нами, в общем-то, весь этот путь. И поэтому вот опыт работы с контентом отдельная большая история. Как бы помогло справиться то, что было большое количество свободных рук. Это не один сотрудник, администратор сайта или сотрудник пресс-службы. Это 96 людей, как минимум, а то может быть и больше, которые писали эти тексты. Потом несколько раз это все проверялось, редактировалось и только потом публиковалось на сайте. Ну, что можно сказать? Может быть, Юрий Маркович тогда подведет итоги и скажет, что нам помогло с этим со всем справиться. Я считаю, что помогли, прежде всего, мне кажется, две важные вещи. Это политическая воля руководства, к которому я отношу не только генерального директора, но и его заместителей двух, которые в этом процессе участвовали, а также третьего Юлия Николаевна, главного хранителя, который обеспечивал фундамент и поддержку со стороны сотрудников своих, которые тоже в этом процессе участвовали. Вот это был сам, мне кажется, важным фактором. И вот это постоянное взаимодействие, взаимопроникновение, взаимосотрудничество. Ну, и, конечно, очень высокой степени организованности в вашем музее. Все-таки имею опыт работы со многими музеями. Я восхищаюсь тому, как у вас все четко поставлено, распланировано, сделано, и весь процесс движется по плану. Вот это, конечно, в этом смысле сейчас, наверное, да не в обиду остальным будет сказано, наверное, это самый эффективный использующий комисс музей, именно потому что есть сочетание вот этих факторов и вовлеченность руководства в эти процессы. Поэтому очень много чего делает комисс музей, там же и модули у вас практически все работают. И сайт стал еще одним вот таким вот модульом. И вот это вместе взаимодополняет друг друга и позволяет распределить работу. Я помню, как ваш генеральный директор сказал, как только услышал эту фразу, что будет распределена работа и ответственность, и за сайт вот это не один человек, а сразу много. Юрия Николаевна, вы хотите сказать? Да, Ольга Сергеевна упустила, но... Николаевна. ...поломыцева, главный хранитель, да. Ну, лицензии, закройте уши, 90 там сколько-то, а человек-то работает почти 200 у нас. Просто мы сейчас докупаем каждый год лицензии, и сейчас, честно, они знают, что мы еще будем покупать в следующем году. Но это так. Дело в том, что Ольга Сергеевна не сказала, а это важно для всех музеев практически. То есть вот на сайте, помимо объектов, то, что мы сейчас говорили, в основном для посетителей, для семей, для мирных жителей, а для исследователей, понимаете, там у нас есть информация. У наших, у нас же очень большие реставрационные мастерские, научные конференции. И, например, если вы войдете и заинтересуетесь какой-то реставрационной мастерской и увидите фамилию реставратора, то кликнув на его фамилию, вы увидите его характеристику, его резюме, увидите памятники и предметы, над которыми он работал. И эти памятники сразу перекинут вас в базу данных комиссий, в онлайн-коллекцию, и вы посмотрите сразу эти либо иконы, либо предметы с драгметаллами. То есть вот для нас это, например, как для хранителей было очень важно сделать. Поэтому это вот не только как пройти, где поесть и что купить, а это вот еще и большая такая исследовательская работа. Спасибо. Спасибо вам. Ну, я хочу еще дополнить, что, конечно, сайт получился дорогой, потому что это был индивидуальный и очень сложный проект, но мы на основе его сформировали костяк будущего типового сайта. То есть следующий сайт стоимость уменьшается в разы, следующий еще. Ну, еще, конечно, зависит от того, насколько дизайн индивидуален или он будет типовым. От этого будет тоже, конечно, зависеть стоимость. Но, в принципе, основа сформирована. Мы стремимся к тому, чтобы сделать максимально дешевый типовой сайт даже для маленького музея. Шаг за шагом, как со всеми остальными нашими модулями, мы надеемся, что это произойдет. Спасибо. Так, ну, последний доклад мой. Спусти, пожалуйста. А как делать? Ну, подчипа. Ольга, не уносите, пожалуйста, кнопочку. Так, ну, это наш еще один свежий инструмент. Вот буквально сегодня мы его делали для Государственного исторического музея. Выставочное веб-приложение, новый инструмент, сопровождение выставок и экспозиций. Ну, собственно, совсем свежий продукт, который вот сейчас, сегодня начнется обучение в ГИМе, когда Москва проснется. Значит, так, это я что-то... Ну, кому что нужно по отношению к выставочному приложению? Что это такое? Это некое средство сопровождения выставок и экспозиции, электронное, позволяющее получить дополнительную информацию о том, что есть в экспозиции. Посетителю нужен, то есть, быстрый, простой, быстрый доступ к информации. Нужно, чтобы это было безопасно. Не все любят сейчас касаться пальчиком экрана. Ну, и, конечно, это должно быть просто. Просто, понятно, привычно. В музее нужен вот этот самый цифровой помощник, цифровой ассистент, который будет сопровождать посетителя на выставке. Ему нужно максимально экономить время на то, чтобы готовить этот контент. Вот. И некое универсальное решение, причем желательно на своем ресурсе, потому что опыт показал, что все-таки вот есть некоторые опасения музеев, когда это не на подконтрольном ресурсе, что дальше будет с его информацией. Вот. Ну, какие есть сейчас варианты решений? Это индивидуальная разработка под конкретную структуру и контент. Понятно, такое есть. Это мобильные, разнообразные мобильные приложения. Это разнообразный тачскрин киоски. Каждое обычно это самостоятельное решение со своим контентом. Закончилось срок жизни этого устройства. Все, контент пропал. Все начинает сначала. Ну и обычные стандартные аудиогиды. Вещь хорошая, полезная, удобная. Кроме того, что на нем, кроме аудио, никаких других органов восприятия не задействованы. Тоже полезно. Ничего не имеем против. Что мы предлагаем? Мы предлагаем, ну, вы уже сейчас только что услышали, как это решается на уровне сайта. Аналогичным образом, только в мини-варианте, это решается для экспозиционно-выставочного приложения. То есть есть некая система подготовки контента, которая позволяет базе комисс контент готовить, ну, и универсально его публиковать. Это может быть и тачскрин, как сейчас захотел исторический музей. Это может быть, мы уже по своей инициативе победили, сделать все-таки тут же и версию для мобильных устройств. И кроме того, это же можно выводить на стационарные компьютеры для тех, кто хочет посмотреть архивыставок или опубликовать анонс выставки. Собственно, мы начинали этот опыт давно и тоже шли по пути вот этих самых разномастных киосков, навигаторов в разных музеях, в разных городах и весях. Понятно, что плюсом вот наших разномастных решений все-таки, хоть внешняя разработка индивидуальная, но контент в музее сохранялся. Я пример об этом уже сегодня приводил. Совсем недавно мы сделали, пару лет назад, подобное приложение для музеев Кремля, для реставрационной выставки, которая там проходила, отработали эту технологию простых вот таких вот решений. Ну, это было, правда, по просьбе Кремля, принципиально только для киосков, никакого сайта даже, не то что мобильных устройств. Это только электронный этикетаж, потому что это именно про экспонаты только, но про каждое уже есть изображение, аудио и видеоконтент. Причем это может быть как универсальная этикетка, которая потом можно использовать, если предмет пойдет на другую выставку, так и некие специфичные данные именно для данной выставки. И текст аннотации, и аудио, и видео можно записать специально для этой выставки. Ну и световые схемы для каждого киоска, чтобы можно было подстраивать под разные выставочные залы. Сейчас этот проект получил развитие в ГИМе. Значит, я сразу скажу, что дизайн здесь, это пример сотрудничества с компанией «Музей плюс». Это было решение музея, чтобы дизайн доверить им, а уже решение остальное делали мы. Поэтому вот по дизайну, значит, это их идеи. Значит, сразу было решено, что это будет структура, которая отражает обычную выставочную структуру. Выставка, иерархия выставка, зал, витрина. Ну, понятно при этом, учитывая, что экспонаты могут висеть просто на стенах. Все остальное, в принципе, похоже на то, что было сделано для музеев Кремля, кроме того, что появилась возможность использования этого контента на разных устройствах. То есть он сразу сделан адаптивно. Вот, значит, первый экран — это выставка. Соответственно, выставка состоит из зала. Все просто, все понятно, тут нечего пояснять. Наверху — аудио, видео и описание. Это экспликации фактически, да, то есть это уже шире химотикетаж, это экспликации для данной выставки. Дальше идут залы, точно такая же структура, все похоже, все одинаково. Значит, меняется только, что это, зал или нет. Дальше также идут витрины, но там еще могут быть в зале просто экспонаты, которые не лежат внутри конкретных витрин. Ну, собственно, содержимое витрины и карточка экспоната со всеми традиционными для всех нас решениями. Собственно, сам экспонат, ленточка ракурсов, тексты, аудио, видео, листалка туда и сюда, увеличить, уменьшить. Значит, это можно размещать на, соответственно, киосках, пример, да. Он еще и будет скринсейвером, который будет, значит, включаться, если долго к экрану никто не подходит, скринсейвер, конечно, тоже загружается в комисс. Вот, можно подбирать, что будет на этом киоске. Это будет несколько витрин, это будет одна витрина или несколько экспонатов. Это мобильное приложение вот такое, да. И при этом вы видите разные цвета, то есть тоже цвета можно подбирать, они могут быть любые. Вот так будет выглядеть это мобильное приложение. Или на сайте вот так будет выглядеть стационарный экран. При этом вы можете сюда выводить страницу всех выставок, которые у вас проходят, или есть архив, которые были, в том числе и виртуальные выставки, и возможность, особенно на что обращаю внимание, что то, чего не было раньше в наших системах, это возможность создавать вот такие структурированные тексты, которые называют лонгридами, в которых есть и тексты, материалы видео, аудио, это уже как бы верстается системой. То есть вы в комиссии выбираете нужный вам блок, его заполняете, указываете, в каком он порядке пойдет и получаете вот такую вот ленту самого разнообразного материала. Мы это отработали на Эрмитаже, в Эрмитажной академии, и сейчас вот вошло сюда, впоследствии войдет, видимо, и в коллекцию онлайн. Ну, несколько слов, как это выглядит в комиссии. Вот такие вот комиссовские справочники традиционные с заполнением материалов на экспликацию. Сам предмет вот тоже заполняется на отдельной закладочке с кнопочкой «Создать этикетку», нажимаем, и данные с учетных полей перебегают сюда, вы дальше можете это дело поправить. К учетным полям доступа нет, экспозиционер может работать только с этой закладкой. И плюс есть еще индивидуальная закладочка, которая заполняется специально для данного предмета, для данной выставки. Здесь текст, аудио, видео и картинки, которые можно брать из основного предмета, дорабатывать и привязывать сюда. Ну, собственно, что дает этот новый модуль? Простой эффективный инструмент для сопровождения выставки. Значит, все это готовится привычно в комиссии. Разделяется доступ, можете не бояться за свою учетную систему экспозиционера, работает только со своей частью информации. Ну, а посетитель получает нужный материал на том устройстве, для которого это предназначено, как вы решите. Можно на всех трех вариантах тоже работать. Ну, и персональное устройство может работать еще и как аудиовизуальный гид. Большое достоинство – это не мобильное приложение, это браузер. Вы можете повесить QR-код, его считать, это ссылочка, и прямо в браузере это откроется. Посетителю не надо загружать это на свое устройство, не все это любят, не надо грузить базу. Важно лишь, чтобы был Wi-Fi в том месте, где он работает. Или сейчас уже недорогой мобильный интернет, он может пользоваться и мобильным интернетом, и эти данные получать через него. Ну, собственно говоря, этот продукт сейчас завершается для ГИМа, а в будущем году станет пиражным новым модулем КАМИ. Спасибо. Вопросы? Нет, два вопроса. Вот про эту цена вопроса интересует. Ну, порядок хотя бы, чтобы узнать, если в следующем году можно покупать. Ну, я скажу, что мы стремимся к тому, чтобы это стоило примерно столько, как сейчас стоит коллекция онлайн. То есть это порядка 150 тысяч. Это вот та целевая пока цена, на которую мы устремлены. Если спрос будет большим и тираж большим, цена будет снижаться, потому что нам надо как-то тоже окупить на это затраты. Кроме того, нашим сотрудникам нужно еще настроить это все в вашей системе, чтобы это заработало, согласовать. Но, опять же, стремимся эти процедуры тоже автоматизировать. Спасибо. Ну, то есть мы будем понимать порядок цен, который закладывали в гранты. Хорошо, спасибо. Это порядок, да. Лучше заложить и пока с запасом, потому что первые продажи всегда идут подороже, потом, опять же, это целевая. Еще один вопрос по поводу внешних ссылок в госкаталог. У вас есть статистика, сколько из ваших 940 музеев эти ссылки организовали? Почти никто. Почти никто не воспользовался возможностью в госкаталоге ставить ссылочку на данные на своем сайте. Несмотря на то, что музеев, у которых эти сайты есть, больше ста. То есть у которых есть коллекция онлайн на сайте. Вот это феномен. Это я вот говорю. То, что началось в 99-м году Ременск, оно до сих пор не закончилось. А чего это я буду информацию? Ну уж казалось бы, она у вас лежит на сайте. Свяжите две точки. Единственное, конечно, это требует передачи для тех коррекций заново всего. Вот это, может быть, еще ограничивает музей. Не знаю. Но это же несложно. Это же не мы передаем руками. Это же машина делает. Машина. Да, вот это как раз по поводу размышлений. Я здесь у нас в зале, кстати, у нас продвинутая публика нашла три музея, которые это сделали. В зале, ну, Тотимское музейное объединение Новгород, Новгородский музей-заповедник, Росфото тоже это сделал. Ну, Академия художеств. Видите, четыре продвинутых музеев. Нет, ну, может быть, еще пара, тройка есть. Я вот так не скажу, и мы не подводили эту статистику. Но думаю, что вряд ли больше. А можно вас попросить ее подвести? Потому что это предмет для разговора, опять же, о сознании хранителей. Как-то мне хочется их промотивировать. Все-таки это сделать, чтобы думать не только о своем функционале непосредственно, но еще и о развитии музея, о том, как мы себя позиционируем в обществе. Потому что к госкаталогу сейчас очень большое количество обращений. И к нам тоже, да, и надо все-таки думать, как мы выглядим в глазах мира. Маша, мы можем составить с тобой письмо, и мы можем его пустить в нашу рассылку. Я могу предположить, что не все еще об этом знают. Может быть, дело и в этом. Мы широко не пропагандировали, но появилось и появилось. Опубликовали там у себя во всех местах, и все. Можно попробовать сделать рассылку, просто как бы из соображений помочь им. Потому что, в общем, настроить это в системе несложно, и музей может спокойно связать госкаталог со своими коллекциями онлайн. Ну, потому что, честно говоря, для меня большая боль, как мы куцу выглядим в госкаталоге, когда на самом деле выглядим прилично. Ну, в целом, да. И мне кажется, что репутация музея страдает. Надо как-то об этом подумать. При том, что, ну, технически, если у вас уже выгружен в госкаталог, делать техническую коррекцию, перезагрузить на свой сайт в коллекцию онлайн, не составляет особого труда. Ну, то есть это же не мы руками пахать будем, а машина. Поэтому и специалисты комиссы. Спасибо. Ну, коллеги, мы уложились в свой регламент, но у нас в конце, как всегда, есть небольшие подарки, сувениры. Все-таки нам 30 лет. Поэтому вот такие вот значочки. 30 лет вместе. Всем желающим. А, вопрос еще есть? Идите сюда к микрофону. Я пока еще показываю. Есть вот такие значочки. И есть такие вот наклеечки, которые можно на свой ноутбук нацепить. Вот я на свой ноутбук нацепил. Вот такую наклеечку. Или на свой системный блок. Или куда захотите. Вот, собственно говоря, это то, чем мы вас готовы одарить. Да, пожалуйста. Главный хранитель музея Арктики и Антарктики. Всем добрый день. У меня вот какой вопрос. Мы сейчас все время говорим об основном фонде, а про научно-вспомогательный фонд ничего не говорим. А у нас, между тем, есть очень интересные предметы. Вот предполагается ли как-то из комиссы их выгружать, по крайней мере, ну, не в госкаталог, а, например, на сайт? Сайт, конечно. Коллекция онлайн содержит любую информацию. Не только основной фонд, не только научно-вспомогательный, но даже цифровой архив некоторые публикуют, который вообще не музейный предмет. Из комиссы как это можно выгружать? Коллекция онлайн. Универсальный инструмент для публикации, который есть сейчас, это коллекция онлайн. В ней настраивается, что выгружать. Можете помечать галочку у себя. Любой предмет, он будет опубликован. Можете просто как Рыбинский музей публиковать весь основной фонд и весь НВ фонд. То есть эта функция уже заложена у нас? Я не знаю, есть ли у вас модуль коллекции онлайн. Да, мы этим никогда не пользовались еще. Если вы его приобретете, эта функция публикации у вас будет, дальше он цепляется к сайту. И хочу еще сказать, что теперь мы коллекция онлайн, у нас новый сервис, размещаем их в облаке тоже. Не только базу музея, но и саму коллекцию онлайн, а можно только коллекцию онлайн, а можно только базу. То есть все варианты есть, причем мы для коллекции онлайн используем Яндекс.Облако, оно более эффективно для этих целей и масштабируемо. Отлично. А скажите еще по цене аудит и… Давайте вопросы цены пишите, у нас есть коммерческий отдел, все запросы отправляйте им, они вам будут отвечать. А то меня потом ругают, что я вот всем задешево все готов продать. Спасибо. Так, если вопросы исчерпаны, мы можем ответить еще в кулуарах, я просто берегу ваше время тоже. И, пожалуйста, не, давайте мы в этом сау файе просто выложим, и вы спокойно соберете… Спасибо. 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 Спасибо.